Добрый день, уважаемые коллеги! Начинаем очередное заседание семинара, общеинститутского семинара Математического института по математике и ее приложения. Сегодня докладчик доктор физмат-наук Ирина Рославна-Арефьева. Тема доклада... тема доклада... Велографическая дуальность, черные дыры и физика высоких энергий. Еще техническое такое замечание. Просьба, вот когда с места желающие что-то сказать, я буду подносить микрофон. Некоторые говорят, что он у меня громкий голос, но на самом деле в интернете это не передается. Пожалуйста, Мина Слава, на один час. Спасибо. Название доклада написано, и прежде всего я хотела бы... Что-то шумит как-то, нормально? Прежде всего я хотела бы поблагодарить руководство нашего семинара за приглашение сделать доклад. Это доклад на семинаре «Математика и ее приложение». Приложение в качестве математики у меня выступит географическая дуальность. Это, можно так сказать, математический метод, который будет использоваться. А в качестве приложений это следующее. Географическая дуальность в последние несколько лет, ну, 10 лет, наверное, уже, очень активно используется в описании кварглионной плазмы и также конденсированного состояния. Я в основном буду говорить о кварглионной плазме, а точнее о кварглионной плазме, которая образуется в столкновении тяжелых ионов. Вот в этом смысле и название применения физики высоких энергий, поскольку изучение столкновения тяжелых ионов является существенной очень частью в той физической программе, которая выполняется в настоящее время и будет дальше выполняться на Большом адронном коллайдере. План доклада следующий. Вот я много думаю, как сделать этот доклад все-таки понятным и решила, словно говоря, разделить, как классики учат, на три части. Первая часть практически по физике, но я думаю, в восьмом классе. Это должно быть понятно. Дальше я расскажу про географию. Это тоже такие, ну, уже чуть посложнее, но тоже это все должно быть абсолютно понятно. Потом я расскажу очень простые примеры про географию и АДС соответствия. Самые простые, которые здесь имеются, так что я смогу написать явные формулы. А потом я расскажу о том прогрессе, который есть в описании физики столкновений тяжелых ионов вот в рамках этого приближения, в рамках географической дуальности. Я в основном здесь буду рассказывать, ну, конечно, я сделаю некоторый обзор, но в основном о работе нашей группы. Ну, вот теперь введение физика тяжелых ионов. Что это такое, что сталкивается? Ну, сталкивается на ЛХС, в основном сталкивается свинец. У него есть ядро, которое состоит из 82 протонов. И вообще говоря, у свинца бывают разные изотопы, число нейтронов разное бывает. Ну, конкретно на ЛХС сталкивается вот такой вот изотоп. При этом электроны предполагается, что мы должны их как-то скинуть. То есть не просто атомы берутся, а вот ионы сталкиваются. Ну, чтобы как-то представить, вы все слышали, что Большой адронный коллайдер – это огромнейшее сооружение, там почти 28 километров. Ну, откуда берутся вот эти ионы? Эти ионы берутся из очень маленького образца, всего лишь 2 сантиметра. Вот тут вес его написан. Вот он нагревается вот до такой температуры. И вот этот образец излучает несколько атомов. Теперь, куда это все направляется? Вот это большое кольцо адронное, а вот этот маленький сначала линейный ускоритель, который всего лишь ускоряет до 5 мэвов. При этом часть электронов скидывается. Ну, все помнят картинку для атома внутри ядра. Есть электронные оболочки. И наша задача – скинуть эти оболочки, то есть сталкивать только ядра. Дальше это все попадает, ну, здесь написано, в вот это кольцо небольшое. Потом вот и идет протон-синкратронный ускоритель. И дальше вот отсюда уже разбивается на 2 пучка, которые уже ускоряются на большом адронном коллайдере. И получается пучки так, что каждый пучок имеет, ну, порядка 500 ТЭВов. ТЭВов, я напоминаю, это если в ГЕВов, ГЕВ – это примерно вес одного протона, вот, значит, в тысячу раз больше. И каждые 10 минут, ну, я такие средние цифры показываю, которые уже были в прошлом сеансе, это получаются такие пучки, 600 пучков, и вот ионов там вот достаточно большое количество. Как подходить по физике к этой задаче? Ну, мы знаем прекрасно, что, как устроены протоны и нейтроны. Вот у нас есть QCD, это квантовая хромодинамика, которая означает, которая нам говорит, что протоны и нейтроны состоят из кварков, как мы знаем о граждан, значит, вот они состоят из U и D кварков, вот это немножко они различаются, и состоят из трёх кварков, и вот расстояние, чтобы немножко представлять, о чём речь идёт, о каких расстояниях, вот этот диаметр порядка одного фермия. Один с фермией – это 10 минус 15 метров. Теперь это один, я сказала, протон, ну и нейтрон также устроен, а у нас целое ядро, то есть в ядре много таких нейтронов и протонов, вот у нас два этих ядра, которых мы сталкиваем. Раз мы их сталкиваем, значит, возникает уорренсовское сжатие, это уже сейчас в школе проходит, и картинка сталкивающихся ионов выглядит примерно следующим образом. Вот это расстояние, как бы радиус ядра, который, грубо говоря, в 10 раз больше, чем радиус протона, ну, точно, это порядка 14 фермия. И вот фактор гамма, который нам рассказывает, насколько вот это расстояние меньше, чем вот этот поперечник, он связан, вот, даётся уорренсовским фактором, который очень легко посчитать, надо взять полную энергию и делить на массу покоя. Ну, это фактор на РОЧСи порядка нескольких тысяч. На реке, собственно, на том ускорителе, который в Америке стоит, на котором кварталеонная плазма была открыта, этот фактор порядка, на порядок ниже, порядка сотни. Вот, и картинка, которая здесь имеется, она выглядит следующим образом. Вот два ядра сталкиваются, потом образуется, вот дальше, какая картина у нас есть. Что мы можем сказать? Мы заведомо знаем, что у нас есть квантовая хромодинамика. Заведомо мы можем поставить, и они здесь стоят, разные детекторы, которые определяют число вылетевших заряженных частиц. Мы можем смотреть, какие получаются распределения. Ну, и что же на самом деле люди видят? То есть то, что видят, получают некоторую интерпретацию. Интерпретация примерно следующая. Вот эти, вам уже знакомые, два ядра, ворнсжатые, вот они в какой-то момент сталкиваются. Потом что-то здесь образуется. Вот это что-то нарисовано здесь желтым цветом. И потом, когда ядра достаточно далеко уже разлетаются, мы видим походящие адроны. Здесь и мезоны идут, и адроны. В общем, здесь разные частицы, которые мерятся. Значит, вот так считается, что здесь образуется кварт-глеонная плазма. И вот эта картина эволюции в процессе столкновения тяжелых ионов, она, ну, по современным понятиям считается, что напоминает картину эволюции Вселенной. Ну, конечно, не от большого взрыва, а от определенного момента. Вот кварт-глеонная плазма, это вот где-то здесь. Ну, что вот на этой картине, поскольку такая так общая, это стандартные наши сегодня космологические представления на сегодняшний день. Конечно, это мейнстрим, как говорится. Есть и другие картины, но наиболее распространенные. Точка зрения это следующая. Сначала порядка квантовских масштабов. Это значит, в сантиметрах 10 минус 33 сантиметра, в секундах это 10 минус 43 секунды. Вот был большой взрыв. Здесь квантовая гравитация должна работать. Мы не очень это все понимаем, но заведомо экспериментальные данные указывают на то, что в 10 минус 32 секунды порядка кончилась инфляция. То есть заведомо экспериментальные данные нам показывают, что было расширение, расширение грандиозное совершенно, которое называется инфляцией. Здесь есть те самые элементарные частицы, про которые мы, как говорится, которые есть. Ничего больше нету по сравнению с тем, что мы уже знаем. Но у них другие взаимодействия. Вот здесь имеет место грандиознификация. То есть все взаимодействия не расщепились. Они все как бы на одинаковом константной связи, везде одинаковые. Потом происходит электрослабый фазовый переход. И вот парклеонная плазма, которая считается, что есть здесь, она живет где-то порядка 10 минус 10 секунды до 10 минус 5 секунды. Потом происходит конфаймент. И вот тут происходит адронизация. То есть то, что происходит вот здесь, это соответствует вот этой картинке. Здесь я немножко сжала вот эту картину, чтобы как-то больше соответствовать тем временам, которые изображены на левой части картины. К сожалению, вот этот фазовый переход довольно-таки слабый. Экспериментально мы не можем видеть, что есть здесь фазовый переход. То есть экспериментально я имею в виду из астрофизических наблюдений. Мы здесь можем только фантазировать, но наша фантазия считается, что должна подкрепляться изучением столкновений тяжелых ионов. Поэтому, если так посмотреть всякие популярные статьи, вам всегда скажут, что вот на большом адронном коллайдере создается имитация большого взрыва. Вот это и народ там как-то так очень пугается. Но это чисто игра слов. Это означает всего лишь то, что мы считаем, что вот космологический период вот здесь вот, который отмечен как оборудованная фазма, такой же, как вот в картине образования, в картине столкновения тяжелых ионов. Ну, значит, еще раз, что у нас есть, так чтобы уже как-то переходить к теоретической физике, вот у нас есть квантовая хромодинамика, то есть у нас есть Лаганжиан, про который мы тоже много чего знаем. Мы знаем, что есть асимптотическая свобода и есть поддержание кварков. И мы можем кое-что посчитать. И вот квантовая хромодинамика, я хочу напомнить, что она успешно, так сказать, подтверждена экспериментом за асимптотическую свободу полученных в Номерске премии. И картина у нас следующая. Если у нас такивается протон, ну, например, здесь антипротон, а это как раз и на ЧИТ уже делается, и вообще на более, ну, как бы стандартное дело, изучать сильное взаимодействие так. И есть очень хорошая теория. Мы знаем все, можно практически все посчитать здесь. То картина примерно такая. Вот есть протон, который состоит из кварков. Вот здесь кварковый состав написан. Потом при столкновении протонов рассчитывать надо взаимодействие между кварками. Вот это мы знаем. Потом кварки разлетаются. Некоторым способом здесь образуются так называемые джеты. Эта теория тоже имеется. И потом это все наблюдается. Сравним эту картину с тем, что нас интересуют тяжелые ионы. Казалось бы, можно думать, что будет просто суперпозиция. Ну, по квантовой механике мы можем все рассчитать. Но здесь картина не совсем такая. Вот не зря здесь прорисовано что-то желтое. Ну, как бы, вот какая-то желтая среда. Вот, оказывается, результаты экспериментов указывают на то, что разлет кварков при таких вот столкновениях, которые возникли при столкновении тяжелых ионов, происходит разлет так, как будто бы вот это все сильно взаимодействующая жидкость. Потому что кварк – это фермион, свободный фермион в жидкости, если там задано взаимодействие, мы можем рассчитать, нет вопросов. И свойства этой жидкости, вообще говоря, можно изучать и смотреть, что будет. Ну, и что же получается? Вот впервые это было получено на ускорителе тяжелых ионов на реке в Америке. Это где-то в 2005 году. Было действительно показано, что при столкновении тяжелых ионов возникает, вот тогда это начать было назван как некоторый медиум, который есть не что иное, как сильно взаимодействующая жидкость. Какими экспериментами это подтверждается? Ну, вот я перечислила название экспериментов. Ну, вот я сейчас вам покажу более детально про один из них, так называемый эффект гашения струб. Что это такое? Ну, смотрите, вот здесь у нас какое-то вещество, предположим, и здесь какая-то возникает струя. Мы знаем, что из квантовой хромодинамики из струи возникает прямая струна и обратная. Если бы у нас здесь никакого кольчевтизны не было, что прямая струна, то обратная вели бы себя абсолютно одинаково. Но если у вас есть среда какая-то, то в среде, естественно, струна погащается, струя эта погащается. Это называется гашением струн. И вот тут, например, результаты обработки экспериментов приведены, которые показывают, что действительно у вас частица вылетает в одном направлении, а в направлении в обратном направлении есть сильное подавление. Это называется джет-квенчинг. И можно, исходя из этих наблюдений, свойства этой среды посчитать. Оказалось, что эта среда имеет чудовищно маленькую вязкость. Самую маленькую вязкость среди известного вещества. И стояла задача, как эту маленькую вязкость получить из квантовых хромодинамик. Я должна сказать, прежде всего, успех ADS-CFT-соответствия связан с возможностью получения вот этой самой малой вязкости. Это было сделано примерно лет 10 тому назад. Вот, кстати, там один из авторов, бывший аспирант нашего отдела. Вот, значит, что тут можно сказать? Значит, таким образом, какая-то среда. Мы знаем, из чего эта среда может состоять? Только из кварков. Значит, ну, другого у нас тут кварков и глионов, другого у нас ничего нет. Давайте мы посмотрим, как вообще себя ведет квантовая хромодинамика. Также мы понимаем, ну, и это можно измерить экспериментально, я уже не говорю, каким способом, но есть несколько методик измерения температуры этой среды. Мы можем посмотреть, таким образом, естественно, возникает задача, что происходит с ядерной материей при нагревании. Это можно изучать разным способом. Ну, можно изучать, например, брать хромодинамику на решетке и вводить туда температуру, делать эти вычисления. Это, конечно, сделано решетки сделанной. Примерно картина фазового перехода, который происходит, она имеет следующий вид. Еще раз я напоминаю, в нормальном состоянии, в вакууме, на малом расстоянии кварки обладают асимптот свободы. Когда вы раздвигаете расстояние между кварками, мы их не видим, они не бывают в обычных условиях в свободном виде, поэтому есть так называемый конфайминг кварков. Но если есть температура, то вот эти струнки, которые удерживают кварки внутри ядра, они обрываются. То есть вы можете себе представлять кварки, как бы связанные пружинкой, но если вы подносите свечку, и пружинка эта может сгореть у вас. При повышении температуры этот линейный фонтоциал обрывается. Вот так. То есть мы понимаем, что при повышении температуры должен происходить фазовый переход. Вот здесь примерно такая картина нарисована. Вы поднимаете температуру, из адронного вещества вы переходите в кваркилённую плазму. Но здесь ещё есть другой параметр. Это параметр, так называемый, химический потенциал, который описывает разность между адронами и антиадронами. Ну вот картина здесь такая. Экспериментально на LHC мы изучаем вот эту область. Живём мы вот в этой области почти при нулевой температуре и вот таким вот химическим потенциалом. Дальше. Что можно, как можно всё-таки делать вычисления применительно к физике, про которую я говорила, которая описывает сорокновения тяжёлых ионов. Значит, мы незаведомо понимаем следующее, что это сильно взаимодействующая сейчас живкость. Поэтому пертурбативные методы совершенно неприемлемы. Второе. Есть известный непертурбативный метод. Ну, например, решётка. Но на решётке есть одно специфическое свойство, которое связано с тем, что решётка способна работать там, где мы имеем дело со стационарными процессами. Мы, зависящие от времени процессы, на решётке, в современном развитии вычислительной техники не можем проследить. Таким образом, процесс у нас всё-таки динамический, потому что сначала у нас ничего не было, потом старкнулись, получилась кварглённая пазма, а потом приходит фаза адренизации. То есть нас именно интересует процесс формализации. Вообще говоря, описание процесса формализации – хорошо известная проблема и в классике. И здесь мы с ней старкиваемся со всей полнатурной. Мы хотим, тем не менее, получить некоторый способ вычисления интересующих нас физических величин, которые бы отвечали бы той физической картине, которую я описала. И я перехожу к наиболее мощному методу, который имеется на сегодняшний день – это метод, связанный с географией. Ну вот это название этого метода, оно по-разному, в разных контекстах по-разному звучит. Либо это дуальность калибровочной теории струны, либо ADS-CFT соответствие, либо это географическое описание. Вот что это такое, я сейчас попытаюсь, ну, сначала скажу какие-то общие слова про географию, а потом на простейших примерах я поясню, что это такое. Ну вот я напомню, что география была открыта Гавором в 1947 году, и география – это восстановление изображения трехмерных объектов. Ну, это, как другими словами, можно сказать, что география имеет место там, когда информация, которая содержится в ограниченной области пространства, может быть считана с информацией, которая получена из изучения поверхности, которая ограничивает вот ваше пространство. Это все напоминает, как бы, Платоновскую пещеру. Вы знаете, что такое Платоновская пещера? Я надеюсь, помните, что такое Платоновская пещера. Тут она вот так вот изображена, может быть, не очень так ярко, но тем не менее. Это когда сидят люди спиной к огню и смотрят в пещере на изображение на стене. И по изображению на стене пытаются сообразить, что же у них за спиной происходит. Примерно такая же картина и здесь. Я буду рассказывать, как, зная что-то на границе некоторой области, можно сказать, получить информацию про то, что происходит внутри области. Вот эта география, вообще физику высоких энергий, была, ну, как бы, сильно продвинута в эту сторону или как бы инициирована, можно так сказать, хофтовским географическим принципом, согласно которому, и хофт, вот, кстати, у нас про этот географический принцип на этом семинаре, я уж не помню, сколько лет тому назад, по-моему, годы два или три, сделай доклад, по-моему, ровно-ровно на эту тему. Ну, хорошо. Так это общая сила. А что же значит, всё-таки, вот эта дуальность Греч-серия, ой, калибровочная теория, теория струн? Ну, более точно, это такая дуальность между Дебранами и теорией струн, ну, так сказать, не в простонародье, но наиболее распространён термин такой, калибровочная дуальность и дуальность между струнами. Вместо струн иногда можно ограничиться низкоэнергетическим приближением, а именно гравитацией, которая следует из струн. Ну, как-то мы вот представляем, что калибровочная теория, такая фундаментальная теория, которая нам диктует природа, и эту природу мы знаем, мы прекрасно знаем стандартную модель. Как бы её связать со теорией струн? Это некоторое, так сказать, искусство, про которое, ну, вот мы можем наблюдать разные проявления этого искусства, но я не могу сказать, что вот какая-то есть определённым образом окончательная точка зрения, и надо сильно выворачиваться, чтобы вот эту природу описать с точки зрения теории струн. Поэтому вот у меня эта картинка, так вот она тут и выворачивается. И что же нам даёт география? География нам даёт следующее. Ну, вот опять-таки в грубом таком приближении она нам позволяет судить про калибровочную теорию, которая живёт в четырёхмерном пространстве. Вот так вот условно тут вот этим голубым цветом нарисовано наше пространство-время. Здесь у нас есть калибровочная теория, и есть пятимерная теория, вот в которой живут струны. Ну, сразу кто знает теорию струн, скажет, мне струны на самом деле живут в десятимерном пространстве. Я скажу, да, конечно, ну, я вот опущу здесь детали. Вот в грубом приближении картина здесь такая. И теперь я хочу показать основную формулу, которая есть в ADS-FT-соответствии, и которую можно, так сказать, объяснить более-менее любому человеку, кто слушал хотя бы элементарный курс квантовой механики. Поэтому я вот выбрала эту формулу. Это действительно основная формула. Она инициирована более ранними работами Макдасена, и по существу была написана вот годом позже, независимо в двух работах, в работах Габсера, Клебана, Полякова и в работе Виккина. Про что эта формула? Это формула про вычисление квантовых средних. Вот то, что это квантовые средние, здесь написано, вот значок вот этих скобочек, это значит квантовые средние. Что здесь еще есть? Здесь вот такой красивой буквой О обозначен некоторый квантовый оператор, а фи с ноликом это некий ток. Это практически речь идет о производящем функционале. Теперь живет все это, то есть интеграция по dx, интегрирование здесь идет по границе некоторого пространства. То есть какие у нас есть объекты? Еще раз. Есть квантовое средние некоторых операторов. Есть пространство М, и у него есть граница ДМ. То есть вот эти обозначения абсолютно понятны. Это в скобке включает в себя всю информацию о квантовой теории. Конечно, ту формулу, которую я напишу, она не для всех теорий, она для очень специальных теорий. Но вот когда она работает, почему работает, это мы сейчас не обсуждаем. Я хочу просто показать ответ. И ответ заключается в следующем, что вот этот квантовый коррелятор можно посчитать как Е в степени некоторого классического действия. То есть никаких квантовых объектов здесь нет. Здесь появилась новая буква С, некоторое классическое действие. Появилось поле Фи С. С – это значит классическое. Ж – это значит некоторое действие с метрикой Ж. И Фи с ноликом то же самое, что здесь и наверху было. Теперь, какие... И в качестве пространства М мы будем брать разные пространства, но наиболее привычное – это пространство антидеситера. Какие здесь обозначения? Вот поле Фи – это классическое поле, которое где живет? У него есть координаты Т и Х, которые соответствуют границе дельта Л. И у него есть дополнительная координата З, которой здесь нигде нет. Есть действие, которое мы написали, классическое, надо его угадать там или достать... В общем, достать здесь карман. И это классическое действие. У него есть классическое уравнение движения. Вот написано классическое уравнение движения, вариационный принцип. Написано для этого действия. И решение обозначено буквой Фи С. Причем это Фи С вот сразу соотнесено вот с этим Фи с ноликом следующим образом. На границе вот этого пространства М, на границе. Мы решаем задачи... То есть мы решаем задачи Дерихле на границе, значение этого поля задано вот этим Фи с ноликом. То есть вообще говоря, что мы имеем. Мы имеем некоторую метрику, уравнение полевое, ну, как правило, уравнение второго порядка. Для него задача Дерихле пронетризуется она вот этим начальным данным, и нам надо сосчитать это действие. И делается утверждение, что такой объект – это есть не что иное, как гиппроизводящий функционал для корреляционных функций. Это очень сильное, конечно, утверждение. О и С – это вопрос искусства. Вот так вот, да, вопрос. О – это некоторый квантовый оператор. Теперь, для каких примеров, конечно, для каких примеров это все работает? Я бы сказала так, связь, она не только с О, а связь с С связан со всей теорией, которая здесь есть. Ну, теория – это, значит, какие-то… Как правило, это просто композитные операторы в заданной теории. Композитные операторы в заданной теории. Более, так сказать, я расскажу про примеры, и будет ясно. Так сказать, глобального ответа, так сказать, на все случаи жизни дать нельзя. Поэтому я говорю, что вот это дело, так сказать, искусства. Но это искусство сработало, потому что в основном речь идет о комфортно-инвариатных теориях. Это композитные операторы, композитные операторы некоторых примарных комфортных полей. Вот такое, так вот можно сказать. Ну, поскольку… Дуальность в том, что вот вычисление коррелятора, вот эта теория, дуально вот эта теория. Дуальность в этом и заключается, что некоторая квантовая теория дуальна классической теорией. Вот в этом это самый, так сказать, простой вариант дуальности. Ну, вот как бы больше общих пояснений пожара тут дать и нельзя. Надо переходить к конкретным примерам. И давайте я… Тут еще есть небольшое красное замечание. Замечание, когда пространство не антиглоситера, а пространство с черными дырами, ну и тогда недостаточно просто. Нужно ставить еще условия гладкости на горизонте. Ну, это, так сказать, важная деталь. Давайте я теперь, чтобы перейти к примерам, мне надо напомнить, что такое пространство антиглоситера. Это сделать в этой аудитории легко. Это вот этот гипербороид. Вот я читать форму не могу. Вот метрика. А вот надо взять какую-то параметризацию, например, вот такую. И вот индуцированная метрика на этом здесь n-плюс одномерном многообразии она здесь написана. Теперь у пространства антиглоситера что здесь интересно? Здесь интересно, что сигнатура возникла минус один в все плюсы. И вот это, естественно, тау назвать временем, раз перед ним стоит минус. И вы видите из формы, прямо видно, что время периодично. Время периодично. Поэтому и граница, которая есть у этого пространства, и граница пространства антиглоситера — это сфера. Нам, конечно, хочется иметь дело с пространством, простите, с временем, которое забыло про свои свойства периодичности, то есть с накрывающей. Но если мы имеем дело с накрывающей, то граница пространства, вот каверинг это и означает, вот эта граница получается. Теперь часто мы имеем дело с метрикой Панкаре, которая, вот когда метрика Панкаре, она водится на половинке вот этого пространства, ну и тогда граница это просто русское пространство с вот сигнатурой 1n плюс 1. То есть это как раз наше, чем замечательно пространство метрика Панкаре, что на границе или при фиксированном Z у вас вот здесь наверху стоит Минковская метрика. Но не все так просто и вот пространство, если мы посмотрим, ну я тоже выписала тут стандартные формы, которые связывают глобальные координаты с координатами Панкаре. И вот чтобы убедиться, что здесь есть тонкости, в которых много чего на самом деле зашито, здесь я привела трехмерный пример. Вот то, что называется глобальный, вообще-то надо назвать просто антидеситр, но в физической литературе обычно сопровождается словом глобальный антидеситр. Глобальный антидеситр это трехмерный цилиндр, который вот здесь вот нарисован, вот у него граница с зелененьким цветом здесь изображена. Теперь, если вы вырезаете половиночку с помощью введения координат Панкаре, то граница, естественно, кусочек поверхности плюс еще вот эти обрезки получаются. Ну и тут вот можно по-разному на эту границу уходить, но это видно из тех, что форма особенностей в знаменателе имеется. Так что вот когда говорят от БДС CFT соответствия, чаще всего в многомерных случаях имеется в виду соответствие, ну не совсем АДС, а Панкаре АДС, иногда что-то интересное возникает также и в глобальных координатах. И вот те примеры, которые я сегодня вам расскажу и покажу, как формула в них работает, я рассмотрю примеры свободного пространства антидеситра. То есть когда я говорю, что свободное пространство антидеситра, сразу же понятно, что это есть метрика, в этой метрике есть поля, и я могу решать уравнение этих полей, ну например, скалярных полей в этих пространствах. Потом я рассмотрю АДС с частицами и с движущимися частицами, упомяну про знаменитую машину времени в этом контексте, и дальше, так сказать, скачком перейду к тому, что какое-то отношение имеет к физике старкивающейся ионос. То есть вот здесь вот, вот здесь вот, в этом месте будет некоторый скачок. Ну давайте теперь, вот как раз и вопрос был, для каких полей? Давайте рассмотрим общее домерное пространство, возьмем комфортную теорию поля. Вот дельта – это размерность соответствующего комфортного оператора, тут даже перенормировка поставлена. Ну и мы знаем примерно, как себя ведут эти корреляторы. И наше утверждение заключается в следующем, что вот этот коррелятор комфортный можно посчитать квантовый, можно посчитать из классики. Про классику я имела в виду решение задачи Дерихле. Оказывается, вот вместо того, чтобы решать задачу Дерихле, можно в ЭКБ приближении, когда вот этот дельта, комфортный вес достаточно большой, использовать так называемое геодезическое приближение и сформулировать окончательный такой рецепт, который звучит просто неприлично просто. Рецепт звучит таким образом, чтобы посчитать корреляторы между двумя точками Tx, например, Tx' надо на границе взять вот эти точки и посчитать длину геодезическую между этими двумя точками. То есть задача абсолютно классическая, практически тривиальная. Но за этим стоит вот проверка во всех, так сказать, случаях жизни, и этому посвящено там и достаточно экзотический пример, но я не менее уж тысячи работ точек. Но сам этот ответ, его проверка в простейших случаях, вот он очень тривиальный. Вот имеется в виду вычисление в пространстве Панкаре вот с такой метрикой, ну чтобы быть точнее. И вот давайте трехмерный пример, который, так сказать, все знают, все знают, поскольку здесь время фиксированное. Это просто двумерная плоскость Рубачевского, и все представляют, что там геодезический, это, конечно, полуокружность, и длину это геодезическую считать легко. И вот коррелятор двумерный, ну из науки такой, который называется двумерной комфортной теории поля, известно, что коррелятор вот такой. Из вычисления геодезической в этой вот метрике, только не в этих вот точках на абсолюте, а с небольшим сдвигом на z с ноликом, что связано с перенормировкой, мы получаем, что вот перенормированная длина вот этой геодезической, она как раз дается рогарифмам расстояния вот между точками, точками x и x, и мы получаем обычный коррелятор. Это вот замечательный факт. Он очень простой, но, как я говорю, он в этой деятельности является решающим. Что? А какая получится, когда фиксированные времена пространственные, если времени фиксированные разные, ну тогда вы и любую, какая получится. Лишь бы соединять точки. Что? Нет, между событиями какие события? Да, между событиями, да, конечно. Теперь, что происходит, если мы возьмем черную, вообще то, что здесь берется, называется в литературе черной дырой в антидеситере, на самом деле это черная брана, и что будет, если мы в качестве пространства будем считать, что у нас еще, ну вот метрика, она вот здесь вот написана, демерная метрика в присутствии черной дыры. Вот просто явная формула написана. Она отличается от предыдущей формулы тем, что раньше у нас было F единица, а Z квадрат фактор остался. Ну вот здесь вот есть особенность, естественно, это и есть горизонт. И вот с этим RH связана Хоккинговская температура. И небольшого труда, небольшое дело сосчитать длину этой геодезической и посмотреть, что она дает мне коррелятор. Это простое упражнение на 5 минут. И этот ответ получается не что иное, как газ и газ. Двумерный бозы газ. И вот эта температура, которая Хоккингов, связан с Хоккинг, по стандартной формуле с Хоккинговским горизонтом, с Хоккинговской температурой, является температурой и здесь. Да, почему RH вошло? Вошла, вошла. Просто вот эта формула Хоккинговская, я ее в таком виде и написала. Ну кто что помнит? Вот. Таким образом, что мы имеем? Мы имеем следующую картину, что мы можем думать, что термализация на географическом языке есть образование черных дыр. Это как бы сила веры, если хотите, Библия для всего этого направления. Ну вот я покажу, как это работает. Значит, ну тут, конечно, я показывала простые примеры. На самом деле у нас наука здесь не просто комфортная теория, у нас квантовая хромодинамика, которая отнюдь не комфортная вариантная теория. У нас там есть масса кварков, и они входят в разные физические величины. А дуальность точная, вот о которой я говорила, она особенно хорошо имеет место, она, собственно, имеет место в N4 супер-янгле. Это теория, которая гораздо более богатая. Но здесь происходит ряд замечательных эффектов, а именно оказывается, что если мы берем квантовую хромодинамику при достаточно высокой температуре, она похожа на N4 супер-янг-милс. Это результат численного счета на решетке. И я, так сказать, не комментирую это больше. И более того, оказывается, что кисидин имеет квазикомфортное поведение. Это тоже очень важно. То есть при высокой температуре уравнение состояния выдается этим уравнением. То есть вот эти факты позволяют, еще раз, применять географию квантовой хромодинамики там, где речь идет о достаточно высоких температурах. И есть целая тематика, целое направление. Написана уже даже книга в этом самом... Господи, как же называется? В Кембридж, про Академику пресс, по-моему, она страница на 600. Про географическое описание кварт-леонной плазмы в состоянии равновесия. А есть другая, более молодая тематика, вот то, чем мы здесь занимаемся в нашей группе. Это географическое описание самого процесса образования кварт-леонной плазмы. Это гораздо, ну, так сказать, на пару порядков более тяжелая задача. Тут результатов, ну, пожалуй, что на обзор хватило, а на книжку пока еще не хватило. Но вот еще раз я повторю, как Библией для этого является то, что мы собираемся моделировать процесс термализации в квантовой теории поля с помощью дуального описания в пространстве на единицу большей размерности, с классическим описанием, но при этом мы должны гарантировать образование черных дыр. Вот такое, если угодно, есть такая дуальность. То есть мы будем как-то стараться понимать, придумывать модели для квантовой теории в демерном пространстве и в качестве этих моделей иметь д-плюсмерные модели. И в этих д-плюсмерных моделях надо как-то, ну, приводить физические слова, почему там должно инициироваться процесс начала образования черных дыр. Как, ну, как бы говорить, откуда, ну, не с пальца же высасывать вот эти модели. Что здесь помогает? Здесь помогает следующее, что вот это ADS-CFT-соответствие, которое проверено на ряде примеров и замечательно работает, есть такое соответствие, когда в этом соответствии полян в демерной теории соответствует, или операторам в демерной теории, вот про ОПР, который Миша, как-то, ну, это меня спрашивают, соответствуют некоторые объекты в классической теории. Вот одним из таких соответствий, одним из важных операторов четырехмерной теории является тензор энергии импульса. И вот этому тензору энергии импульса, который, вообще-то, квантовая величина, считается, что квантовому среднему от этого тензора энергии импульса соответствует в классической теории отклонение тензора, метрического тензора от метрики, которая была в исходном пространстве, которую мы обозначали буквой М. Ну, это все имеется в виду с точки, с точностью до перенормировки. Еще раз. Значит, вот у нас исходное, мы должны думать так, вот у нас есть какое-то Т квантовое, мы что-то знаем про среднее распределение этого, ну, какие-то физические соображения у нас есть про это среднее. Мы должны посмотреть, что происходит с теорией гравитации, если мы к исходной метрике М делаем вот это добавочное возбуждение. Значит, вот такие модели, которые в многомерном случае как-то моделируют процесс столкновения тяжелых ионов, то существует имеются следующие три модели. Это так называемые падающие оболочки, это модель сталкивающихся частиц, которая позволяет кое-что аналитически сделать в трехмерном пространстве. То есть, как всегда, в многомерных примерах можно продвинуться аналитически. И основной, как я бы сказала, наиболее, так сказать, убедительный способ это описание, это описание с помощью шоковых волн в пространстве антидеситера. Ну вот, картинки здесь такие. Я формулы старалась как бы опустить все, но какие-то я напишу. Вот среднее от этих тензор-энергии импульсов, которые как бы имитируют столкновение тяжелых ионов, это тензоры энергии импульсов в четырехмерном пространстве. Это делька-функции по лайтконам. Как бы со световой скоростью, фактически со световой скоростью летят друг к другу навстречу два иона. Поэтому, естественно, думать, что тензор энергии импульса имеет какой-то такой вид. Теперь что мы делаем? Мы вот эту правую часть просто добавляем к метрике Панкаре. Вот прямо взяли и добавили здесь. Ну, там, вот, конечно, это все работает только в кавзальном причинном поносе. Скажите, эта теория нелинейная. Мы не можем просто так сумму двух решений взять и сказать, что это все хорошо. Но, тем не менее, вот здесь это работает. И можно задать вопрос. При таких начальных данных возникает, ну, вот слово начальных данных я так в кавычках беру, возникают ли черные дыры? Этот вопрос очень активно занимается, этим вопросом очень активно занимаются люди, которые испокон веков занимались численным вычислением рождения черных дыр в Минковском, в четырехмерном пространстве, ну, начиная с Криториуса, Чопсика и так далее. А здесь привезены результаты, вот, Честера и Ясия, вычислений в пятимерном пространстве антидеситера, когда, это результаты численного счета, когда строкиваются, ну, почти шоковые волны, почти, это такие гауссовые волны, и смотрится, что здесь образуется, и смотрится, ну, анализируется потом квазимода, и смотрится, возникает ли здесь черные дыры. Ну, я делаю большой скачок, и делаю скачок к следующему. Какие физические величины, которые экспериментально померены, можно с помощью всего этого хозяйства определить? Предположим, все очень замечательно. Мы установили, что действительно, да, черные дыры возникают. Для этого есть критерии, ну, например, есть критерии, связанные с образованием гавручной поверхности, ну, чем мы, собственно, занимаемся. Хотя, должна сказать, что до сих пор глобальных теорем аналогов, теорем Пенрууза и Хокинга в пространстве антидесситера до сих пор не доказаны. Так что, вот, численный счет в этом смысле здесь вот очень-очень важный, вот, который я показывала. Ну, что же можно сказать с помощью шоковых волн? С помощью шоковых волн можно оценить образование ловушечной поверхности и просто поверхность, вычислить ее просто, ну, площадь поверхности. И можно думать, исходя из хоффтовского географического принципа, про который я это делала, что число частиц, которые образуются вот в этой реакции, вот частиц уже в реальном четырехмерном пространстве, оно оценивается площадью ловушечной поверхности. То есть, там есть оценка в нормальном пространстве Минковского, что ловушечная поверхность связана с антропией черной дыры и с площадью поверхности горизонта. Можно взять и здесь вот эту гипотезу, эта гипотеза была предложена Габсером несколько лет тому назад, и можно делать эти расчеты. Это довольно-таки сложные расчеты. Это довольно-таки сложные расчеты. Ну вот мы тоже как бы участвовали во всем этом деле. Вот тут соответствующая цитата. Цитата есть. И какая задача? Вот эта множественность есть экспериментально поверенная величина. Я взяла достаточно недавнюю картинку зависимости множественности от энергии. Вот эта множественность от энергии, я, конечно, не знаю, какие детали, как это все мерится, но известна зависимость от энергии. И S это квадрат энергии, вот так грубо. Ну это тут на пару нуклонов, но не важно, все равно все пропорционально. Есть разные зависимости. Либо S в степени 0,15, либо S в степени 11. И вот вопрос, имеется хорошо известная модель Гангау, которая дает 0,25. Вот простейшая географическая модель тоже дает ответ не очень хороший. Она дает ответ хуже модели Гангау. Ну и сразу же возник вопрос, можно ли предложить модель, которая дает более... Вот Гангау написано. Можно ли предложить географическую модель, которая дает описание более близкое с экспериментом? А что-то такое, мне никуда это не идет. А вот идет. И это было предложено, например, в 1912 году Керитисом Метелиосисом, что за счет модификации антидеситровского пространства можно это сделать. Идея такая, поскольку все берется из струн, что в струнах есть разное возбуждение, кроме гравитона есть еще так называемое дилатонное поле. И в дилатонном поле есть, конечно, свое уравнение Эйнштейна. Можно написать шоковые волны в соответствующей теории и можно посчитать, что получится для множественности. Вот мы этим тоже активно занимаемся. Но здесь есть очень существенное упрощение. Сама модель достаточно сложное вычисление, но здесь можно перейти к так называемому столкновению доменных шоковых волн, которое было в свое время предложено Шуриком. Но там есть очень некоторые дыры были, которые были закрыты потом с нашей, с Катей Поздеевым и с Андреем Багровым в работе. В общем, мы считаем, что сейчас приближение доменных шоковых волн, оно очень хорошее. И можно посчитать, опять-таки, эти формулы просто для иллюстрации я не успеваю никаких... Собственно, я не планировала никаких обозначений здесь рассказать. Я просто хочу сказать, что вот все формулы явные. Формулы движения шоковых волн явные, поэтому трапец-серфас – это оценка поведения геотезической, и это классическая дифференциальная геометрия. Это все решается, и ответы получаются достаточно удовлетворительные. Оказывается, при некоторых факторах В, которые связаны... Вот вид этого фактора связан с дилатонным потенциалом, удается получить вполне удовлетворительную множество. Ну вот последние пять минут я хочу рассказать, поскольку многие люди занимаются интегрируемыми моделями, у нас здесь тоже есть своя интегрируемая модель, и это связано с трехмерным пространством деситера, когда можно все явно написать. Вот в пространстве мы рассматриваем шоковые волн, и в пятимерном пространстве. Ну вот в трехмерном пространстве можно взять частицы и посмотреть движущиеся частицы. Замечательно это тем, что если взять просто частицу в трехмерном пространстве, поскольку у гравитации практически нет, это топологическая теория, поля, то можно написать явную метрику, и эта метрика вот в пространстве Менковского. Что будет, если в пространстве Менковского взять частицу? Будет конус. Конус с дефицитом угла в пропорциональной массе. Если сделать, ну вот решать уравнение, получится эта метрика, потом сделать переопределение координат, и метрика получится, это просто плоская метрика с дефицитом угла. То есть частицы описываются дефицитом угла. То же самое имеет место и для пространства антидеситера. Трехмерное пространство антидеситера удобно переписывать в групповых координатах. Значит, метрика записывается вот в этой хорошо метрика Келлинга-Картана. Ну и вот в этой параметризации, когда вот это просто, это есть параметрика, что иное, как SL2R, точка SL2R, три параметра, RT и еще φ. Вот, это метрика, и можно посчитать корреляционные функции, которые соответствуют этой метрике, ну просто потому что геодезически нет проблем здесь вычислить. Что получится, если взять частицу? Если взять частицу, поместить ее в центр, то можно показать, это тоже было пока, это хорошо известно, то получится такой фолиэйшн конусов. Это время расслоя, это R1 на двумерные конуса. И для таких конусов можно сосчитать коррелятор. Ну, в приближении, опять-таки, в ВКБ приближение, в приближении достаточно высокой комфортной размерности. Что здесь будет? Ну, здесь достаточно ясная вера, что если конус у вас, значит, вот это образующее, идентифицировано с это, если вы хотите написать, например, минимальную длину между точкой А и Б, это, конечно, вот эта красная коренья. Если вот точка Б по шею А вот сюда поехала, то минимальная длина будет вот эта. Поэтому длина геодезическая, она вот такой вот здесь излом имеет. Это становится похоже на правду, когда дельта взята достаточно большим. И можно посчитать просто корреляторы, которые здесь получены. Ну, вот эта картинка. Теперь можно посмотреть движущиеся частицы. Ну, движущиеся частицы немножко сложнее, поскольку здесь надо вот такой фейс по-русски. Ну, неважно. В общем, такую двумерную, 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 как фейс-то по-английски. Поверхность вот этого надо, вырезка здесь более сложная, не просто прямая, но это все считается. Идентификация делается не просто угол вращения, но сопровождается некоторым уоренсовским вращением. Вот здесь и написано, что значит вот это конусное, так сказать, конусное в кавычках пространство описывать. Надо сделать идентификацию, которая соответствует вращению на угол альфа пополам и на уоренсовский двиг. Вот этот уоренсовский двиг. И получается такая, ну, вот у вас получается цилиндр с вырезкой, которая движется. Если это все посмотреть сверху, получается вот такая картинка, где синенькая сиреневая, напишите, стрина. Если вы возьмете еще вторую частицу, вот сюда положите, то у вас идентификация еще будет вот здесь производиться. Это не что иное, как знаменитая машина времени Готта. И машина времени возникает, если раствор вот этих углов суммарный, ну, здесь они асимметрично нарисованы, каждый из них больше π. Чтобы разместить вот раствор больше π, вот как раз и приходится сделать уоренсовское сжатие. И здесь как раз картина того, почему возникает машина времени на границе. Она возникает потому, что есть вырезки. Какую-то часть пространства времени, вот этот пунктиром, вы проскакиваете, и вас относит назад по времени. И вот если вот этих, где вот этих пунктирных линий много, вас сильно занесет назад по времени. И вот возникает машина Готта. И картинка здесь вот такая. Вот если мы увеличиваем, меняем массу, то практически вся граница пропадает. А если мы воренсовский параметр увеличиваем, то наоборот возникает больше простору, так сказать, для жизни. Вот та временем эволюцию я нарисовала как. Ну, естественно, корреляторы, ну, тут обратные корреляторы выписаны, они выписываются явно. Можно начать дальше смотреть, какие возбуждения им соответствуют. Ну, вот, чем мы активно и занимаемся. Так вот, также поучительна картинка двух ультраэлектрических частиц, которые летят навстречу друг к другу. Картина здесь, она напоминает, вот эта картина, которая здесь возникает, пространственно-временная, вот это выкидывается все, а вот здесь как бы песочные часы такие остаются. Это все очень напоминает картину столкновения тяжелых юных, хотя она, конечно, трехмерная картинка с переменной границей. И картина здесь, ну, вот так вот выглядит. Вот выбрасывается вот эта область между вот... А живое пространство только здесь остается. Возникают некоторые корреляторы, и вот как на этой картине объяснить возникновение черной дыры? А очень просто. Если углы, вот эти растворы, довольно-таки большие, то у вас не останется жизненного пространства. И у вас возникнет трапец-софас. Трапец-софас означает, что если вы пустили свет, вот я пустила свет, это у меня луч света пошел, вот это движется луч света. Он благополучно пришел на границу. А если я его поближе к центру нажала, он у меня сюда пришел, а привет, здесь все. К этому времени ворота закрылись. Вот та картину, которую я вам показывала, напоминает картину с закрытыми воротами. То есть вот что это за модель? Это модель, ну, грубо говоря, две комические особенности, у которых образующие, положение образующих зависит от времени. Это как раз наиболее простая картина образования черных дыр. Ну вот я перехожу к заключению. И, собственно, что я вот рассказала? Я рассказала, что географическая дуальность применения к физике тяжелых ионов позволяет получить достаточно убедительную оценку на множественное срождение частиц в реальных процессах. И то, что я не рассказала, но практически видно из тех картинок, которые я показывала, что вот если вот эти открытые ворота, которые были вот на картинке, немножко центры смещать, видно будет, что время термализации от этого начнет зависеть. Ну, это моделирует зависимость, экспериментально наблюденную, вот за последний год, зависимость времени термализации от нецентральности столкновения. И вот это мы про это проделали только в трехмерном случае. Интересно, что наш результат, который мы с помощью частиц моделировали, противоречит тому, что дает более грубое приближение с помощью метрики ВАДе, в котором просто явно было нами же доказано, что время термализации от этой центральности не зависят, а вот более такая детальная модель как раз показала, что есть зависимость. Конечно, это очень интересный вопрос, что происходит в реальном многомерном случае, но я не знаю, это мы сами ответим или будем. Но это требует очень мощных технических, вычислительных, я бы сказала, вычислительных сил. Но заведомо это показывает, что все-таки вадевская модель, с помощью которой время термализации в основном сейчас и считают, она не совсем удовлетворительна. Ну и совсем последнее, так сказать, что можно запомнить, не вдавая детали про то, что я рассказывала, это следующее, что есть дуальность между сильно взаимодействующими квантовыми системами и классической гравитационной моделью, и формирование кварт-лионной плазмы, и в рамках этой дуальности формирование кварт-лионной плазмы в четырехмерной QCD можно моделировать с помощью рождения черных дыр в пятимерном пространстве антибисифера. Ну вот на этом все. Спасибо. Пожалуйста, вопросы и просьба брать микрофон у меня. Я так понял, что вот это моделирование с помощью рождения черной дыры было показано в АДС-3, а физика там все-таки другая. То, что это можно моделировать в АДС-5, это гипотеза или это есть указание? Сейчас, есть указание. Здесь в АДС-3 можно вообще явно все вычислить, там все будет... Я же сказала, что там гравитация топологическая, там все, жизнь там устроена по-другому, там другая, там топологическая гравитация. Да, да, но мы считали, конечно, когда я говорю о том, что мы посчитали то, что экспериментально делается, конечно, мы считали в пятимерном пространстве с помощью шоковых волн. Также мы считали с помощью ВАДИО в пятимерном пространстве, и собираемся сосчитать с помощью ВАДИО вот эту независимость, или зависимость от центральности столкновений, это вот в процессе. Ну, мы много чего еще другого считали, но я просто... Ну, я согласна, что, конечно, гравитация трехмерная, она на то и называется топологической теорией, и она дает только... дает то, что дает. Я по поводу правого утверждения. Что значит формирование черной дыры? Имеется в виду, что решается задача КАШИ, то есть в начальный момент времени нет черной дыры, затем решается точно уравнение гравитации, и в какой-то момент возникает черная дыра. Вопрос правильный, и действительно, эта задача КАШИ решается численно. Эта задача КАШИ именно решается численно. Указанием на существование черной дыры является анализ Клазимов. И это делают... Здесь работают несколько групп людей, это очень мощные вычисления, их ход в открытом доступе, ну, так сказать, у нас здесь нет возможности как бы это делать. Но это является сильным подтверждением. Вот мы, как бы, мы считаем трапит серфис. Но общих теорем после трапит серфис, теорем в случае глобальных о существовании черной дыры не доказаны на сегодняшний день. Но те оценки, которые делаются численно, наше соображение подтверждаются. Вот ситуация такая. Так, вот был вопрос, может быть, еще раз повторить его. Что такое дуальность? Можно сказать, что это просто изоморфизм двух теорий? Ну, можно, да. Изоморфизм двух теорий, да. Изоморфизм двух теорий. Причем объекты, которые сравнивают, разные. Может быть, в одной кошке заданы, а в другой собаке. Ну вот... То есть, география, это просто теория правилых задач. Это... Ну, география, это когда... Вот в классике, если ты в классике ставишь задачу Дерихле, зная начальные данные, ты... Ну вот, если у тебя нормальная теория, ты все знаешь. Ну вот и здесь. Здесь мощность этого всего связана с тем, что квантовая задача, вот она конкретно здесь оказалась в размерности на единицу меньше. Она эквивалентна классической задаче на единицу больше. То есть, квантовую задачу в четырехмерном пространстве мы решаем с помощью классической задачи в пятимерном пространстве. Вот это. Иногда можно эту географию, эту дуальность и в другую сторону. Предположим, вы просимулировали какую-то квантовую задачу на компьютере. Можно решать соответствующую классическую задачу в гравитации. Если вам это легче. Так. А, вот еще. А может, дуальность заменить на слово соответствие? Так, ну... Можно слово дуальность заменить на слово соответствие? Ну, вот можно заменить... Вот есть такие термины. Иногда ADS-CFT не называется дуальность. Всегда говорят ADS-CFT соответствие. Но это установившиеся термины. Я и показывала, что как-то тремя способами это называется. Ну, как ни назови, это имеется в виду все время одно и то же. Можно двойственность. Вот меня спрашивают, почему не двойственность? Нет, ну, конечно, есть дуальное представление. Вообще дуальность и двойственность такие заняты в математике. Но они тоже под ними разные совершенно вещи подразумевают. Так что есть дуальность изинга. Вот дуальность по физике – это дуальность изинга. Когда есть дуальное соответствие между режимом слабой связи и сильной связи. Вот я бы сказала, из изинга, это, наверное, это, наверное, это, собственно, и навеянная дуальность в моделях статс-физики. Ну, если нет больше вопросов, давайте еще раз поговорим докладчикам. Спасибо.